Добрый день! В эфире Финтаймс и Карбарен 21. Я Фарид Ашралова и рассмотрим основные темы нашего выпуска. Ожидается подписание ряда соглашений и официальный визит Реджепа Таипа Эрдугана в Азербайджан. Евросоюз не планирует вводить контроль на границах Шенгенской зоны из-за эпидемии коронавируса. Сокар-СТП станет крупнейшим в территории стран СНГ по производству, инжинирингу и ремонту механического и тяжелого нефтегазового оборудования. Президент Турции Реджеп Таип Эрдуган прибыл в Азербайджан с официальным визитом, в рамках которого примет участие в 8-м заседании Совета стратегического сотрудничества высшего уровня Азербайджан-Турция. Заседание пройдет под председателем глав двух стран. Стороны обсудят аспекты двустороннего сотрудничества. В частности, расширение двустороннего энергетического сотрудничества проекта Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Разурум, Трансанаталийский газопровод. По словам президента Турции, в 2019 году товарооборот между странами составил 4,4 миллиарда долларов. Стороны намерены довести товарооборот между странами до 25 миллиардов долларов в 2023 году. До сегодняшнего дня турецкие компании реализовали в Азербайджане 414 проектов на сумму более 14 миллиардов долларов. В рамках визита президента Турции в Азербайджан ожидается подписание ряда соглашений в разных областях. Накануне Центральный банк Азербайджана и Национальное микрокредитное агентство Италии подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. По данным пресс-службы Центробанка, меморандум направлен на поощрение сотрудничества в области создания и обмена опытом микрокредитных и микрофинансовых инструментов. Меморандум предусматривает осуществление сотрудничества в направлении поощрения инструментов микрокредитования, совершенствования правовых и регуляторных рамок, а также механизмов мониторинга и оценки. Принятие практики в Италии очень было благополучно. На сегодняшний день те механизмы, которые реализуются именно в Италии, нужно перенять и совершенствовать. У нас система кредитования существует, но здесь необходимо совершенствовать и направлять ее в реальный сектор экономики. Именно совершенствование, перенятие той практики, которая имеется в Италии, позволит совершенствовать эту систему кредитования, что может повлиять на экономическое развитие в Азербайджане. И подписание всех этих соглашений даст толчок в развитии экономики. Американские фондовые индексы по итогам вчерашнего дня снизились более чем на 3,3% на опасениях за мировую экономику ввиду распространения эпидемии коронавируса. Распространение вируса уже вышло за пределы Китая, что вызывает сильную обеспокоенность инвесторов. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются. На рынках Китая и Японии оно достигает 2-3%. Число зараженных в Китае превышает 77,5 тысяч человек. Общее число жертв – 2 663. За последние сутки выявлено 508 новых случаев заражения. Между тем, страны ЕС не планируют пока вводить контроль на границах шенгенской зоны из-за коронавируса. Об этом накануне заявил официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янц. По его словам, временный контроль на внутренних границах Союза может быть применен по решению государств-членов ЕС. При принятии данной меры необходимо соблюдение некоторых условий, в частности, обоснованности, пропорциональности и координации. Вчера мы сообщали о том, что Еврокомиссия выделила 232 миллиона евро на мероприятие по сдерживанию распространения эпидемии. Среди стран Евросоюза больше всего к этому времени пострадала Италия, где число зараженных достигло 224 и зарегистрировано 6 смертельных случаев. Сегодня мы объявляем о мобилизации более 230 миллионов евро для глобальной борьбы с коронавирусом. Из этих 230 миллионов евро 114 миллионов направим во Всемирную организацию здравоохранения для обеспечения глобальной готовности. 15 миллионов – на поддержку стран ЕС. Около 100 миллионов евро будут направлены на финансирование исследований, разработку вакцин и лечения. Из них 45 миллионов – взнос для фармацевтической промышленности. И 3 миллиона евро – на поддержку усилий стран ЕС по предоставлению средств индивидуальной защиты Китаю. Во Франции все еще продолжаются акции протеста против пенсионной реформы Эммануэля Макрона. На этот раз десятки адвокатов заблокировали вход в Верховный суд в Париже, где должен был начаться процесс над бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фиона. Протесты прошли и во время судебного слушания, которое по просьбе защитников отложили, в связи с тем, что адвокаты хотели принять участие в акции протеста. Ранее в Париже состоялся марш адвокатского движения против пенсионной реформы. Число участников превысило 15 тысяч. На карту поставлена пенсионная реформа, которая затронет всех независимых работников, людей с нормальной зарплатой и работников госсектора. Наша профессия может исчезнуть из-за этого закона. Совместное предприятие Сокар СТП призвано производить детали и оборудование, осуществлять его инжиниринг и ремонтные работы. Крупнейшее на территории страны СНГ это предприятие будет работать с механическим и технологическим тяжелым оборудованием нового энергетического поколения. Ранее госнефтекомпания Сокар и Сумгаидский технологический парк подписали соглашение о создании совместного предприятия. Подписание соглашения между Сокар и Сумгаидским технопарком – важный шаг в развитии экономики Азербайджана. Новое совместное предприятие под названием Сокар СТП будет управлять производством крупнейшего в СНГ завода по производству, инжинирингу и ремонту механического и тяжелого кранового оборудования. Совместное предприятие будет способствовать совершенствованию материально-технической базы, обслуживанию оборудования и подразумевает обмен специалистами. Технике, хитомет и мунической базы для оборудования необходимы необходимы для оборудования. По итогам прошлого года Азербайджан экспортировал около 114,5 тысяч тонн азотных удобрений на сумму 18 миллионов 340 тысяч долларов. По данным Кабмина, основной объем пришелся на Бразилию, Болгарию, Турцию и Молдову. Основная часть продукции была поставлена в Россию, Украину, Румынию. Кроме этого, в 2019 году Азербайджан экспортировал в Иран 450 тонн сульфата аммония на сумму 104 тысячи долларов. В Азербайджане производством азотных удобрений занимается карбамидный завод «Сокар Карбамид», введенный в эксплуатацию в январе прошлого года. ОПЕК еще не принял решение о продлении и модификации текущего соглашения ввиду вспышки коронавируса, передает агентство Bloomberg. Слова министра энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиза Бен Салмана. Все в ожидании предстоящего в марте заседания для того, чтобы понять, каких ценных квот ожидать в текущем году. Накануне агентство Шана сообщило о том, что на встрече примет участие министр нефти Ирана Бижан Зангане. По мнению министра, ситуация на нефтяном рынке была основной темой его недавнего телефонного разговора с министром энергетики России Александром Новаком. Отмечается, что нет необходимости в дополнительном ограничении добычи на 600 тысяч баррелей в день до встречи ОПЕК-плюс в начале марта. Цены на нефть незначительно растут. Вчера стоимость нефти потеряла около 5% из-за усиления опасений относительно спроса ввиду распространения коронавируса. Это были главные новости мира финансовой энергетики к этому часу. Оставайтесь на CBC. До встречи в 18.30. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok